В прямом эфире программа Добрые Райницы Беларуси. Сегодня у всех на слуху понятие СММ. В современном мире это эффективный инструмент для привлечения клиентов на сайт из социальных сетей и форумов. Кто такой СММ-специалист и какими навыками он должен обладать и вообще как закалялся белорусский СММ, нам расскажет сегодня наш гость в студии Алексей Куприев. Доброе утро. Доброе утро. Алексей, давайте сейчас для всех, кто еще все-таки путает СММ с СМС. Есть такие люди еще, да? До сих пор существуют. Давайте, как говорят было, все растлумашим. Что же такое СММ? Окей, ну если детально, то это соушал-медиа-маркетинг, то есть маркетинг в социальных сетях. То есть продвижение. Продвижение каких-то товаров и услуг с помощью социальных сетей. А зачем вообще регистрироваться на сегодняшний день в социальных сетях? Для того, чтобы продвинуть и продать свой товар? Или какие-то есть еще задачи, которые выполняются? Ну, зависит от целей. Вы 100% зарегистрированы в социальных сетях просто как пользователи. Бизнесмены, предприниматели, ремесленники регистрируют свои проекты в социальных сетях, чтобы, соответственно, оказывать какие-то услуги, продавать товары или привлекать аудиторию на свой сайт. Это стало настолько неотъемлемым для любого бизнеса и проекта, что, в принципе, сейчас сложно представить нишу, отрасль, которая бы не должна была использовать социальные сети. Необходимо. Ну, а насколько СММ развит в Беларуси? То есть какую оценку можно поставить? Смотря по какой шкале. По шестибальной. По какой угодно. По шестибальной шкале четыре с половиной. Не, на самом деле шучу. В Беларуси СММ развит не хуже, чем у стран-соседей наших, России, Украины. Однако, тем не менее, есть много недочетов. Очень мало представлено госсектора, например, государственных компаний. Есть там Академия МВД, есть МЧС, и они очень интересно ведут страницы, но этого недостаточно. И мы хотим сформировать в Беларуси такое состояние, такую атмосферу, которая позволяет большинству брендов, большинству компаний присутствовать в соцсетях. Хорошо, а есть какая-то школа, что ли, курсы, или, может быть, отделение в университете? Может быть, целое существует СММ-специалист? Потому что, наверное, же невозможно прийти к какой-то серьезной компании, да, и сказать, там, вот, Иван Иванович, давай ты в свободное от работы время, вот, пости какие-нибудь фотографии и делай подписи, там. И Иван Иванович вообще не знает, что такое хэштеги даже. И слава богу. Это должен быть отдельный человек? На самом деле, есть несколько вариантов. Это может быть сотрудник внутри компании, это может быть внешнее агентство, которое ведет, это может быть просто фрилансер, который помогает продвижением этого бренда. Но здесь важно, чтобы человек был максимально погружен в продукт. То есть тот же Иван Иванович, который работает на каком-нибудь заводе, если это ведет какая-нибудь девочка, которая ничего не знает, там, о продукции, там, Маза, например, будет очень сложно. Поэтому все-таки нужно погружаться в продукт и нужно учиться, посещать специализированные конференции, курсы и так далее. Такое есть, и совершенно случайно мы организовываем буквально на этих выходных, 18-20 ноября, одну из самых масштабных конференций в Беларуси, Big SMM Day. Да, кстати, давайте о нем поговорим. С чего начинался этот проект? Этот проект мы проводим уже в четвертый раз. Начинался он, опять же, с целью, наверное, объединить рынок, объединить рекламное агентство, показать бизнесу, частным предпринимателям, что социальные сети действительно работают. Есть с каждым годом тенденция более активная, там, посещаемость, заинтересованность? Ну, да, на самом деле, если брать совокупно, вот три предыдущих Big SMM Day, его посетило в сумме около 2000 человек. Вот сейчас мы планируем тоже около 400 человек. Мы специализировались как бы на маркетологах, на руководителях отдела маркетинга, ну, немножечко студентам разрешили доступ, но в основном это такая узкопрофильная тематическая конференция, которая будет полезна очень бизнесу, брендам и маркетологам. Хорошо. А можно ли будет на этой конференции тем людям, которые уже, может быть, давно там пытаются что-то постить, да, что-то продвигать в соцсетях, получить, ну, практические навыки, что ли? Безусловно. На самом деле, я не встречал, наверное, более таких насыщенных конференций вот на территории СНГ, потому что мы не просто белорусских ребят привозим сюда, мы привозим сюда ребят из России, Украины и даже Прибалтики. То есть у нас около 30 спикеров, которые каждую презентацию мы уверяли лично и смотрели, чтобы она соответствовала как бы законам практики, чтобы она была полезна. А что нужно сделать для того, чтобы посетить? Просто прийти, либо нужно где-то зарегистрироваться? Да, у нас есть... Какие-то условия, может быть, у вас есть? Есть очень простой сайт, собственно, как слышится, так и пишется, bigsmmday.by. Вот на нем можно оставить свою заявку. Мы свяжемся и зарегистрируем вас на конференцию. Алексей, ну и очень короткий такой вопрос. А вообще, прибыльное это дело, вот, СММ-специалист? Можно, нужно еще где-то работать, или можно быть СММ-специалистом и, в принципе, там, обеспечивать семью себя? Ну, я скажу так, что сейчас у нас в багаже около 30 клиентов, которые ждут себе таких вот СММ-специалистов. Поэтому то, что они на расхват и то, что им хорошо платят, это 100%. Поэтому да, это прибыльное. В общем, приходите, друзья, на конференцию. Ну, в любом случае, пока в наше время СММ-специалист звучит несколько непривычно. Сынок, я понял, ты занимаешься СММ, а работаешь ты где? Работаешь ты где? Ну, будем надеяться, что после нашей беседы не изменится. Спасибо. О современных технологиях и СММ мы поговорили с экспертом по продвижению в социальных сетях Алексеем Куприевым. Спасибо, хорошего дня. Спасибо.